С давних пор на Руси повелось устраивать ярмарки, где тысячи производителей и торговцев представляли свой товар. Тогда, кстати, телевидения не было, а радио заменял глашатый. Итак, люди вели дела на протяжении тысячелетий, и это был единственный источник информации. Сегодня и сейчас ситуация, впрочем, не изменилась, и в городах нормальных устраиваются выставки. Естественно, это освещается и в прессе, но как событие. Потому как телевидение, конечно, хорошо, но прийти, пощупать и увидеть своими глазами – это совсем другое дело. Магнитогорск в этом смысле город особый. Он вдали от торговых путей и выставку производств, зная, что производство в городе-то одно, делает глупо. Не так давно это было, но мы видели еще более глупые выставки автомобилей. Тогда просто бабло рубилось. А сегодня, зная, что реально в городе продают автомобили всего четыре фирмы, делать это маразм. Другое дело – строительство. Как бы враги не хотели, но Магнитогорск – это единственный город России, кроме Москвы, куда регулярно приезжают действительно первые лица государства. Причем приезжают по делу, а не пивка на Красной Поляне попить. То есть говорить о том, что магнитка сдуется – это глупо. И этот город будет, без сомнения, привлекать трудовых мигрантов из ближнего до и дальнего зарубежья. А значит, город будет строиться. И тут мы сталкиваемся с абсолютно идиотской ситуацией. Товаров и услуг в городе по сути много, но вот никто не знает, где и у кого и сколько это стоит. То есть строители и продавцы материалов находятся в вакууме. Еженедельные подселедочные газетенки при всей своей копеечности никому не помогают. Но ситуацию решили изменить. Строительство – вещь, которая невозможна без информации. Но кто-то думает, что телевизионная реклама, а именно она самая эффективная, – это вещь дорогая. В нашем случае эта вещь недорогая. Ну, примерно 30 тысяч в месяц хватит, чтобы про вас узнал весь город. Вот успех фирмы «Бригадирь», пожалуйста. Ну и другие. Ну, все же в городе Магнитогорске несколько тысяч строительных организаций, фирм, которые специализируются на ремонте. Как им себя-то показать, если они располагаются кто на южных границах, кто на северных, кто вообще на левом берегу. И вот сегодня у них появилась такая возможность. Что за возможность? Ну, возможность интересная. По инициативе администрации организуется выставка 28-29-30 октября. Выставка во дворце Рамазана полностью посвящена строительной тематике. Отделка, ремонт и параллельно, как сегмент этого мероприятия, будет ярмарка недвижимости. То, что произойдет 28-29-30 октября здесь, во дворце Рамазана, естественно привлечет внимание тысяч магнитогорцев, которые абсолютно бесплатно узнают, где дешевле, качественнее и лучше. И даже если фирма базируется в Агаповке или Красной Башкирии, то за низкими ценами приедут. Ведь умные люди едут же в Икею и Уфу, и Екатеринбург. Желающие поконкурировать с монстром и вас здесь ждут. Это я про мебельщиков. А кончиков в городе сотни. Ау, где вы? Тут за три дня можно наколбасить контрактов. Ну и самое главное, здесь будет много информации. И мало того, что участие по сути копеечное, копеечные будут и объявления здесь. Здесь мы лично будем работать три дня. Ну а если у вас аллергия при виде лысого и в меру упитанного, то другие телевизоры здесь будут пастись. Так что возможность пропиариться есть. А за себя я не волнуюсь, и мне достанется. Ну и кого бы хотели все-таки активно пригласить к участию? Ну, очень хотелось бы пригласить настойчиво к участию компании Магнитогорские, организации, занимающиеся производством окон, продажей дверей, стройматериалов. То есть нас активно поддерживают в этом проекте и стройдвор, администрация стройдвора, администрация дома, новый торговый центр открылся. И хотелось бы пригласить, чтобы поактивнее предпринимателей из этой сферы все-таки принимали участие. Я, как уже сказал, плата за участие символическая. Но пользы, пользы практические, я думаю, для любого участника будет гораздо больше. И давайте все-таки точно назовем дату выставки. Вообще следите за рекламой в СМИ. У нас будет большая рекламная кампания, посвященная этому мероприятию. Ну и напомню вам, что выставка состоится 28-29 30 октября во Дворце спорта Рамазана. Приходите, вход свободный для всех посетителей выставки.